Вот у нас есть два контейнера. Я их попросил быть определенной высоты, просто чтобы для наглядности. Итак, мне нужно, чтобы у меня контейнер 1 был какой-то определенной ширины, а контейнер 2 был в два раза больше. У нас есть волшебные свойства, которые задаются уже не флекс-контейнеру, а именно конкретно самим чувакам, которые находятся внутри под названием флекс-гроу, расти. Допустим, мы нажимаем цифру 1. Что происходит? Пупц. Первый совсем оборзел и разросся прямо на весь контейнер, так? Ну, то есть там оставил, конечно, какое-то место для второго, но это что-то перебор. Чтобы исправить эту несправедливость, мы говорим флекс-гроу для второго чувака, говорим о флекс-гроу 2. Пум. Уже лучше. Лучше, да. И вот они у меня получаются вот таким вот макаром. Номер 2 всегда в два раза больше. Ну, скажем так, он не всегда ровно-ровно в два раза больше. Насколько это позволяет математикам, так? Он может быть даже чуть-чуть больше, почти в три раза, чем в два. Но, в общем, в чем суть? За что отвечает вот этот флекс-гроу? Почему мы пишем 1? 1 — это образно рейт, с которым этот компонент может расширяться. Так? То есть, когда мы говорим о том, что флекс-гроу 1, и больше ни у кого значения флекс-гроу нету, то по умолчанию как бы флекс-гроу 0, да? Ну, точнее, на... Допустим, скажем, 0. И если у кого-то флекс-гроу 1, то он, типа, самый главный, и он растет быстрее всех. Что значит растет быстрее всех? Это значит о том, что если есть возможность занять дополнительное место, этот парень будет первым на селе, который возьмет это. То есть, он заберет к себе это все возможное место. Если мы какому-то другому компоненту говорим «флекс-гроу, допустим, 1», вот в данном случае, да, то есть мы говорим «флекс-гроу 1», то эти ребята равномерно друг с другом, как говорится, раздеребанят свободное место на экране и его займут, так? Потому что вот этот вот рейд роста у них одинаковый. Если я скажу здесь 2, то, само собой, что вот этот парень, как бы он будет расти быстрее, соответственно, он заберет больше места себе. То есть, как бы нельзя сказать, что он ровно-ровно в 2 раза больше, потому что, если посмотреть на их ширину, как бы, ну, не факт, что они в 2 раза больше. Но суть в том, что пропорционально вот этот парень старается как бы в 2 раза быстрее забрать себе свободное место, и он будет расти быстрее, так? Если мы, допустим, сюда добавим какого-нибудь еще чувака, да, допустим, третьего, да, напишем сюда, блин, шорт. И вот так вот мы сделаем все то же самое. Три, да. То, что у нас получается. У нас есть два элемента, у которых flex-grow 2. То есть, они друг с другом на одной волне, на одной скорости раздеребанят друг с другом между собой в одной лиге делят свободное место. И все, что осталось, как бы, после того, как вот эти два компонента, второй, третий, с собой разделили место, все остальное они отдают контейнеру один. Так. Когда у нас, допустим, три элемента, мы можем задать вот этому чуваку один, и все будет то же самое. То есть, вот первый контейнер и третий поделили между собой место. Точнее, скажем так, второй занял максимально возможное место, и оставшееся место отдал контейнеру один и три, которые тоже между собой его поделили. Вот таким макаром с помощью вот такой вот штуки можно, кстати, писать страницу, на которых есть как бы основная часть и сайтбары. То есть, допустим, правый сайтбар, левый сайтбар, хедер, потом центральная часть и, допустим, футер. Вот таким макаром. Так. Так. А если ты не пишешь flex-grow на 2, а 3, то он станет еще и больше, да? Да. Ну, то есть, он как бы будет в три раза быстрее забирать место, да? Ну, в данном случае это уже не так сильно заметно, потому что эти ребята, как бы они не маленькие. То есть, я могу... Там до какого-то момента, то есть, он уже как считает, вот видишь, я говорю 6, и он, в принципе, еще такой, типа, охоп, ребята, подвиньтесь. Напишем 10. Ну, типа, вроде что-то поменялось. 20. У, даже 20 работает, даже 40. А давай 100. Я думаю, что больше 100 уже не будет. Ну да. Ты до какого-то момента он себе все место отжал. Так. 3. Далее. По-моему, если не ошибаюсь, есть еще у нас такая возможность написать FlexGrow 100%. Наверное, нет. Нет, по-моему, такие, такие, по-моему, у Гро. Ну, типа, просто цифру майнинг. Да, возможно, возможно, это правда. Тут я, наверное, что-то перепутал. Так, далее. Тут еще одно важное слово. У него есть еще такое свойство, называется FlexBasis. Так, что такое basis? Это сколько от начального места может забрать себе элемент. Так. И вот когда я пишу FlexBasis 100, то компонент занимает все возможное место, которое только может по горизонтали. Так. И так как он занял все возможное место по горизонтали, остальные чуваки такие, типа, мол, блин, ну, а что нам делать с этим местом? Эээ, давайте тоже нам. То есть, FlexBasis 100 для Child означает то, что они будут, как бы, ну, как бы забирать максимальное количество свободного места сразу, как бы, от начала до того, как мы начнем делать вот эти калькуляции с FlexGrow и FlexShring. Так. То есть, это свойство, оно такое очень необычное, поэтому иногда просто... да, да. А если поставить FlexBasis 100 Child и номер 1, то что случится? Знаешь, самый классный способ ответить на этот вопрос? Все произойдет примерно вот в таком темпе. Что произошло? Перед тем, как мы начали смотреть, кто быстрее будет расти, мы смотрим на FlexBasis. FlexBasis написано 100. Это значит, что этот элемент должен забрать себе 100% ширины. Мы такие, опа, хорошо, 100%. И дальше мы смотрим, компонент 2 и 3, как бы, ну, в эти 100% уже не влезли. Мы их переносим на следующую строку. То есть, мы разделили, то есть, как бы, эти ребята переехали на следующую строку, больше ни у кого FlexBasis нет, поэтому, окей, смотрим, кто растет быстрее, у кого... Дальше мы смотрим на FlexGrow. Что, я пропал, что ли? Нет. Алло-лю, алло-лю, алло-лю. Ясно. Дальше у тебя. Нет, окей. Отлично. Нет, он ходит, второй раз вылетел. А, второй раз прошел. То есть, получается, сначала FlexBasis, то есть, мы говорим, допустим, этому элементу, что ты занимаешь 100%, он растянулся на 100%, всех вытолкал на следующую строку, и уже на следующей строке ребята начинают друг с другом тусоваться и смотреть, у кого больше, как говорится, FlexGrow. В данном этапе у нас FlexGrow больше у второго элемента, соответственно, он вырос в два раза быстрее, чем третий. У этих компонентов на данном этапе нефиксированная ширина. То есть, конкретно Flex конкретно решает от размера экрана, от размера, там, короче, парен контейнера, да? Ну, так как у нас парен контейнер, она сейчас равняется высоте, ну, как бы размеру экрана, поэтому все, в принципе, зависит от этого. То есть, я начинаю сжимать, вот, у меня единичка всегда занимает, ну, как бы, самый верхний. Иногда вот этой единичке FlexBasis100 записывают навбар. То есть, вот верхний навбар, если сайт создается с помощью FlexA, то есть, ну, как бы, основной сайт создается с помощью FlexA, это не так, чтобы суперчасто бывает, но иногда можно встретить. То навбару верхнему дается вот этот FlexBasis100, то, что он всегда занимал 100% своего там элемента, контейнера, что он там, где он находится, так? И уже в контейнере там ниже задается FlexGrow для того, чтобы понять, сколько по проценту, ну, процентное соотношение, как они должны быть. Я не знаю, правильно это сказать о том, что, типа, ширина у них 2 к 1. Можно так сказать? Вот у этих элементов 2 и 3. Ну, подвозь, экономика? Мне кажется, нет. Наверное, нет. Давайте посмотрим так вот, если чисто с математической точки зрения, сколько у этого ширина? 518? А этого тысяча девять. То есть, получается, два этих элементов? То есть, два элемента 3 немножко больше, чем один элемент 2, правильно? Да. Ну, вот, то есть, как бы, то есть, нельзя сказать, потому что это 2 к 1, правильно? Ну, Ну, да. Ну, короче, зачем? Что FlexGrow отвечает, как бы, за скорость роста? С какой скоростью этот компонент будет расти? Так. Далее. У этих компонентов есть еще одно противное свойство под названием FlexShring. Так. Давайте их вернем к первичному виду. Все вам зададим FlexGrow 1, на ней равномерный кастан. Так. И, допустим, мы второму компоненту дадим FlexShring. Shrink с английского это сжиматься. Так. Уменьшаться. И, допустим, скажем, FlexShring 1. Что-то у нас ничего не произошло. А если FlexShring 2, то тоже ничего не произошло. А что FlexShring 3? Ты шо? Ты шо? Ну, давай попробуем. Стоять. Это не то. Ничего не поменялось. Сейчас я подумаю, почему. Короче, что должно было произойти? У нас есть два элемента. Так. А, подожди, стой, подожди, подожди. Давай вот так вот выключим. Потом товарищу ставим FlexShring 1 и тоже ничего не поменяется. Что ж ты будешь делать? Короче, я явно что-то не дочитал. Я вам, я вам, я вам, я вам скажу. В чем суть этого FlexShring? К в том, что вот вот Grow типа рассказывает, с какой скоростью будет расти компонент, а FlexShring будет говорить, с какой скоростью этот компонент будет сужаться. О, господа, я понял, я понял, я понял, я понял, я понял, я понял. Давайте на примере вот этого товарища мы его закомментируем. Так. И, допустим, им дадим FlexGrow 1. Что это? потому что это? FlexGrow 1. Вот. Сейчас два одинаковых компонента, все прекрасно, но у второго компонента есть FlexShring 1. Это что происходит? Короче, второй компонент не хочет, да? Да что ж ты будешь делать? Собака бешеная не хочет. Короче, поставь двоечку, может двоечка заработает? О! Подожди, это двоечка для этого была, продон. Думаю, что-то поменялось. Не хочет. Короче, в чем была суть? FlexShring как бы дает наоборот, типа с какой скоростью этот компонент может сужаться. То есть, как это должно было по идее работать, о том, что компонент 1.3 у них нету в FlexShring, а у второго есть. И когда я буду сжимать компоненты вместе, то центральный, тот, у которого есть FlexShring, он должен как бы сжиматься быстрее. То есть, он должен уменьшаться быстрее, чем остальные. То есть, чем меньше становится контейнер, тем больше мы сжимаем второй контейнер, при этом первый и третий остаются одинаковыми. Вот так вот. Но что-то фокус не удался. Может, надо FlexShring везде указать по одному, а ему там два или три? Давайте, давайте, тут пиши, как? Flex элементы будут заполнять контейнер в зависимости от значения FlexShring, когда стандартная ширина Flex контейнера шире, чем Flex контейнер. То есть, из рубы... То есть, ты хочешь сказать, если мы, допустим, сделаем стандартную ширину типа Child'ов больше, чем стандартная ширина эти, да? чем стандартная ширина контейнера. Да. Окей, хорошо. Демонстрация. Давайте сделаем вот этого товарища ширину, допустим, 700px, так. И каждому из этих пацанов сделаем ширину, допустим, 900px, да? Вот это 900px, вот эта ширина, извините. Нет, давайте, давайте, десь так по 300, может, чтобы она была, там, по 400, чтобы она была не сильно больше. Нет, ну смотри, у меня ширина контейнера 800, да? То есть... Да, чтобы в 3 было в 7200, напрокат, да? Окей. px, да? Угу. px. Вот, веб-риви-веб, учись. No rap, да? А, они... Не, они рапятся. Давай, давай сделаем без врапа. Во! Все правильно. Отлично. А, flex-shrink, ну, в данном случае, что 1, 6, 5, в принципе, не особо разница. Короче, когда у нас всегда фиксированная ширина контейнера, получается, он, типа, элемент, у которого задано значение flex-shrink, будет сужаться быстрее, чем все остальные. То есть, мы задаем о том, что у этих контейнеров ширина 400px, суммарно 1200, хотя бы ширина самого контейнера получается у нас всего лишь 800px. То есть, они все, понятное дело, не влезут, но так как здесь flex, то flex, в принципе, забивает на их ширину, и он начинает их сам сужать. И flex-shrink скажет нам, с какой скоростью как бы сужать этот элемент. Вот так. То есть, если мы, допустим, второму элементу скажем flex-shrink 3, то он как бы как можно быстрее выключить этого чувака, у него голос противен. Почему я себя слышу? Короче, а второй элемент будет сжиматься куда быстрее, чем остальные. То есть, это, в принципе, наоборот, вот flex-grow. Вот так вот. Ну, знаешь, я попробую поставить ширинку в первом элементе и сделать в него ширину больше, чем в контейнере. ширину, ширину, ты... Что ж ты будешь идти от этого? Да, а с другого чада прибери. Почти. Забираем шринг. Подожди, у нас тут гровы стоят. Сейчас давай мы грову уберем, чтобы у нас все было в лабораторных условиях. Бишь, flex-ширинка, он как бы становится больше, чем остальные. Окей. Почему? Ширинку. Ну, почему он становится больше? Потому что он как бы, ну, он сам по себе больше, чем контейнер, да, то есть его значение ширины больше, чем у всех остальных. Так. Флекс-гроу считает, да? Нет, смотри, здесь у нас сейчас флекс-гроу выключен, то есть я просто этому контейнеру даю его изначальную ширину, фиксированную 900px, так, а у остальных ширина 400. и флекс, когда считает, он видит о том, что, ага, у этого парня изначальная ширина там типа 900, то есть почти в два раза больше, точнее, больше, чем в два раза. А, и он такой, типа, и он такой, окей, я вас услышал. Ну, допустим, если мы ему... А, ну, если в разном, то он ничего не поможет, да? Ну, да, а вот теперь смотрите, какая ситуация. Вот я ему даю flex-ширинг 10, да, то есть скорость, с которой он будет сужаться, и все такие ребята посмотрели на него и сказали о том, что, ага, типа, у тебя 900px ширина свободен, мы тебя сожмем. То есть flex-ширинг 10 его сужал, я думаю, что flex-ширинг 2, ну, в принципе, уже видно о том, что он меньше. Flex-ширинг 1, я думаю, не особо шлимки поможет, да. Вот начиная с двух, то есть у этого элемента изначально ширина 900 пикселей, да, то есть он должен вылезать за контейнер, он не может. За счет того, что есть свойства flex-ширинг, все остальные вот такие тусят, короче. Молодые пирожки. Вот эти элементы, вот эти свойства flex-grow, flex-ширинг и flex-spaces, они на самом деле не очень часто используются. Почему? Потому что, ну, во-первых, они такие, типа, сложные к пониманию, ну, типа, блин, то есть это надо реально сидеть, разбираться, когда в какой ситуации, как поведет себя элемент, это раз. А во-вторых, оно не совсем всегда предсказуемо. То есть мы как бы даем возможность flex-ширинному решать, как сжимать, как растягивать наши элементы. Это, конечно, типа, мол, круто, но когда мы, допустим, пилим тот же адаптив, то вот эта вот самодеятельность, она не всегда хороша. То есть бывают случаи, когда нам нужно, допустим, сделать так, чтобы у нас элемент не сжимался совсем. Вот я хочу, чтобы этот парень был 900, да? Вот я ему напишу flex. Flex, это команда flex заменяет внутри себя вот эти три свойства. Flex grow, flex shrink и flex basis. Так. Я ему по всем фронтам говорю, типа, flex none. Да? И парень такой, я тебя услышал, значит, меня нельзя не сжимать, расти я буду сам, и basis у меня, типа, это моя ширина. И он такой пришел, поломал нам весь наш адаптив. Так? То есть, если нам нужно, чтобы у нас, я вот сейчас вот на примере, п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п. Да, сейчас, одну секунду, я на примере покажу, на примере покажу, на примере покажу вот этого товарища. Пойдите, пожалуйста, онлайн. Будь молодцом. Вот макетик. вот здесь у меня ситуация это флекс-контейнер внутри которого у меня есть вот эти вот красивые волнушки и внутри которого лежит вот этот текст но текст он всегда как бы подвижен то есть в плане того, что текст он сам по себе как-то врапится, он сам по себе перекидывается поэтому он всегда как бы двигается другими контейнерами другие контейнеры на него влияют в данном случае я как бы писал так чтобы вот у меня мой параграф был как есть а вот этому чуваку я сказал о том, что чувак, знаешь что? у тебя флекс-над то есть что это значит? что те свойства ширины и высоты, которые я тебе передам это твои свойства и мне пофигу, что скажет флекс то есть я его четко зафиксировал в том, что вот этот парень будет только вот таких размеров, не больше не меньше, а все остальное может как бы продолжать продолжать работать по флексам то есть вот допустим когда я начинаю сжимать экран они у меня там начинают потихонечку тык-тык-тык-тык-тык хоп и перенеслись но вот этот парень у него всегда идет своя ширина ту, которую я ему задал это делается с помощью флекс-над вот флекс-над используется достаточно часто когда мы хотим зафиксировать какой-то элемент во флекс-боксе в общем вот такая вот волшебная технология на которой в принципе написан весь адаптив по всему миру на данном этапе ну кроме там допотопных сайтов в которых используются флоуты и в принципе это вся матчасть по флекс-боксам которая нужна в принципе других особо вариантов применения флекс-бокса не встречается ну скажем так они типа есть там еще как-то можно поизощряться со свойствами но то, что я уже сказал это то, что ходовое в 95% случаев для остальных 5% есть, конечно CSS-гриды не, гриды, гриды у нас CSS-гриды это, как говорится уже тема для другого урока потому что там там что-то еще непонятное и они не совсем хорошо поддерживаются с помощью других браузеров а у флекс-бокса поддержка полностью то есть все его любят все его используют все знают, как с ним работать все браузеры на него отвечают даже в опера-мине даже интернет-экспорер правда ну да, это не точно это не точно, да но, так что такие пирожки у вопроса у вопросов нет, да? у вопросов нет вопросов да, я понял мы, это применяется в основном к child, да? смотри, вот эти вот свойства flex-growth, flex-sharing, flex-bases они применяются только к child ну, смотри у тебя как бы child может быть сам по себе flex-контейнером типа внутри child тоже там куча child есть, да? то есть ты там ну, как бы ты можешь применить к нему flex-none но это уже там другая штука то есть, смотри а вот эти вот штуки типа display-flex justify-content align-items и направление куда двигаться элементом это задается все parent ну, то есть контейнеру а конкретно уже парням ниже задается вот эти flex-grow о, я в ней что время стекло но вот есть одна важная штука с которой, короче можно можно столкнуться так давайте вернемся к этой штучке сейчас я быстренько покажу допустим нам этот child 3 не нужен поэтому парнишке мы вернем 400px 400px да? все хорошо о, нет подожди верните 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 я передумал эй что такое 400px flex-none мы уберем отлично отлично так вот а тебе дам пожалуйста 100vh точнее 100 super width вот так отлично так иногда нам нужно сделать так чтобы в общем смотрите в федорфске не то чтобы нельзя это дурной тон использовать четкие значения высоты и ширины то есть как бы нежелательно писать height и width вот вообще так потому что его потом сложно адаптировать он потом как-то странно влияет на все остальные компоненты то есть это плохая затея поэтому если мы уже даже пишем width то есть ширину или height мы задаем ее либо в viewport height viewport width либо в процентах так то есть мы не используем пиксели и важная тема о том что желательно компонентам говорить насколько они максимально могут разрастись то есть не говорите о том что ой чувак ты 400 пикселей и в принципе все свободен да то есть допустим у нас есть вот контейнер 2 да мы ему говорим о том что вот у него ширина 400 пикселей плохая затея потому что ну допустим если он начнет сжимать экран это должно пойти то есть по правильному надо ему сказать о том что чувак у тебя максимальная ширина 200 там 400 пикс что значит максимальная ширина максимальная ширина это больше которой он как бы не полезет но не факт что он будет 400 пикс то есть если у него внутри контента меньше то есть они не занимают по ширине 400 пикс то ну нафиг занимать столько места да то есть он как бы просто занимает вот ровно по ширине цифру 2 и все так но иногда допустим нам это не нужно мы хотим чтобы он все равно занимал 400 пикс и вот тут короче держитесь потому что сейчас будет супер код мы ему просто вот здесь говорим о том что чувак у тебя ширина 100% и парень такой хоп и стал 400 пикс то есть он может стать и меньше вот он там как-то сжимается короче а что у нас теперь сжимается быстрее а потому что мы этого тварище попросили быть 100% когда это можно применять вот допустим есть у меня такая классная тема я вот делал формочку вот у меня есть текст текст по ширине по-моему там что добрых 250 пикселей потолок может чуть меньше но не важно его папашке парень я говорю о том что чувак у тебя максимальная ширина будет 600 так допустим нет 250 плюс 250 пускай будет 500 я ему говорю о том что чувак вот смотри ты короче по ширине будешь 500 а у твоих детишек максимальная ширина 250 соответственно паренту нет никакого смысла лезть больше чем на 250 потому что его как бы контент внутри него его ширина 250 пикселей и как бы ну блин как бы зачем мне расширяться то есть он как бы по идее должен был быть просто серым боксом который заканчивается вот по вот этой линии где у нас можете связаться с нами так но так как дизайнер захотел чтобы вот этот макет был вот таким супер красивым у нас был серый фон нам нужно чтобы вот этот серый фон стал какой-то определенной ширины и вот я ему задаю там что чувак у тебя максимальная ширина 500 пикс вот этого серого контейнера и вне зависимости того что там у тебя по контенту я тебя прошу всегда быть ну как бы максимум 100% так то есть он как бы задался на на свои 500 пикселей растянул фон все красиво контент внутри всего лишь 250 ничего страшного парень разошелся всем все хорошо все прекрасно и потом вот эту красоту очень легко адаптировать так то есть она мне потом будет я до этого еще не дошел но короче она мне будет адаптивна ее можно переносить она будет сжиматься как ей нужно и так далее так по флексам еще вот эту штуку вот эти вот параграфы у меня все записаны с помощью флекс ну типа display flex и direction у них row то есть они у меня все записаны в рядочек я их ограничил по максимальной ширине дал им немножко маржина справа и они сами начинают себя вот так вот красиво переносить переносить все и всегда линии соответствуют то есть когда я начну сжимать этот контентик он у меня такой плиц сожмется сожмется станет красиво ну в принципе весь вся прелесть адаптива вот такие пирожки еще смотрите какую менюшку закодил анимированный похвастал сам кодил круто на этих на транзишенах и немашках чик-чик чик-чик круто так же вот так вот интересно спасибо подведем итоги подведем итоги флексбокс это хорошо если вы не используете флексбокс то вы какашка не используете бутстрап используете флексбокс а покажите гамбургер чамбургер бутстрап